Что делают эко-активисты для сохранения природы? Одни следят за состоянием легких земли, деревьями. Другие объявили бойкот пластиковым пакетом и ходят в магазин с сумкой-шоппером. Третьи – хотя бы не бросают мусор на улицы. А есть те, кто раздельно собирает вторсырье и сдает его на переработку. Здравствуйте! В эфире программа «Город живет» и с вами Мария Савохина. Сегодня мы поговорим о сборе вторсырья и о том, что даже ненужная вам стеклянная бутылка может оказаться кому-то полезна. Кировчанка Анастасия Калашникова занимается раздельным сбором мусора. Началось все с увлечения. Сначала она дома сортировала отходы – отдельную муклатуру, металл, пластик. И обязательно в спрессованном виде. Даже остатки продуктов питания – кожура от овощей и фруктов, заварка – у нее никогда не окажутся в мусорном ведре. Настя их высушит, измельчит, подкормит растения самодельным компостом на даче или в сквере у дома. Своими знаниями она всегда готова поделиться с единомышленниками, а их, надо сказать, немало. В 2019 году в Кировских Апатитах начали проводить акции по сбору вторсырья. Обязательно нужно делать, потому что мы уже дошли всем человечеством до грани целых океанических просторов, замусоривания. Поэтому на этой грани нужно уже придумывать что-то настоящее. И это наша работа. Со временем участников акций стало так много, что собранное вторсырье стало негде хранить. Объемы исчисляются микроавтобусами. В 2020 году группа единомышленников разработала проект и представила его на конкурсе социально значимых проектов «Проблемы города. Решаем вместе». Макулатуру и металл можно сдавать в Апатитах. И для этого нет необходимости его складировать. Например, пластик – ближайшая точка сбыта в Манчегорске. Но туда необходимы более крупные партии, больше, чем собирают в рамках одной акции. И для того, чтобы волонтеры, которые ведут эту работу, могли складировать и набирать необходимый объем, нужно такое вот помещение. На сегодняшний день в Манчегорске пункта приема нет. Надо везти сырье еще дальше – Мурманск, Санкт-Петербург. И это еще более крупные партии. Для их накопления нужен пункт хранения. По своей заявке экоактивисты от Кировского филиала акционерного общества «Апатит» получили финансовую поддержку в размере 200 тысяч рублей. Небольшую сумму потратили на пластиковые контейнеры. В качестве эксперимента поставили их в нескольких организациях-партнерах. Такой объем примерно скапливается от сдачи до сдачи вторсырья. И приходилось где-то хранить. Это не очень удобно. Дома не всегда есть место для этого. Но теперь здорово, что появились такие удобные контейнеры, в которые можно прийти, к ним подойти в удобное время, сдать, рассортировать и, в общем-то, внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Основную часть средств направили на аренду помещения. Это теперь и пункт приема, и место дополнительной сортировки. И склад. А ведь то, что вы считаете мусором, может быть кому-нибудь нужно. Зачастую книги, которые приносят в экоточку, находят свое место на полках у волонтеров или других участников акций. Старые теплые одеяла, матрасы отправляются в местные приюты для собак. Ну а банки пользуются особенным спросом во время осенних заготовок. А вот макулатура, которую экоактивисты отвозят в Апатиты, идет на выпуск туалетной бумаги и бумажных полотенец. Производство налажено. Книги, картон, газеты, обертки, офисные документы, подходящее сырье для производства. В Мурманск на переработку отправляют пластик. В прошлом году в областном центре наладили работу предприятия по производству пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Из песчаных полимерных смесей изготавливают тротуарную плитку, покрытие для детских спортивных площадок, эко-решетку для обустройства газонов и канализационные люки. Не в промышленном масштабе, а штучно из бутылок и стекол можно изготовить оригинальные украшения, сувениры и предметы интерьера. Именно этим занимаются в Кировском городском дворце культуры, а сырье частично берут на складе экоточки. В студии декоративно-прикладного творчества керамика и стекло под руководством Олеси Агеевой мастерицы работают в техниках фьюзинг и тифани. Мастерицы собирают стекло, приспособленное для плавки, и также бросовый материал, который им приносят. И делают удивительные вещи из цветного стекла, из прозрачного стекла. У нас существуют печи для фьюзинга, при которой плавит стекло. Но для того, чтобы сделать изделие, для этого нужны еще станки, специальное обрабатывающее стекло, которое у нас тоже закуплено во дворе скульптуры. Мы его играли в свое время грант. Известный в Апатитах и Кировский Андрей Павлов, организатор виниловой барахолки, часто помогает во время акций. Говорит, что иногда попадаются полезные вещи, например, старенький сканер, от которого просто потеряны провода. Или аккумуляторные батарейки, которые еще можно заряжать. Часто нам приносят вещи, которые можно использовать повторно, дать им вторую жизнь. Они технически исправные, просто устарели или оказались не нужны. Это мобильные не очень телефоны старые, какие-то зарядники, блоки питания, провода, кабели, наушники, калькуляторы, часы, мелкая электроника. Это что касается техники. Некоторые вещи экоактивисты планируют реализовывать за символическую плату. Средства пойдут на покупку, например, перчаток для волонтеров. Организаторы говорят, что число участников акций доходит до нескольких сотен, а на переработку только после одного сбора отправляется тысяча килограммов вторсырья. В августе экоточка уходит в краткосрочный отпуск. В этот период активисты планируют провести несколько мастер-классов по сортировке вторсырья. Чтобы различать пластик по категориям, нужен навык. Не всегда можно верить в маркировке производителя. Благодаря этому проекту у нас появилось очень много единомышленников. Это очень радует. Очень много добровольцев, помощников, без которых мы бы не справились, за что им отдельная благодарность. Также благодаря проекту «Проблемы города решаем вместе» вообще у нас появилось это здание, за что им огромная-огромная благодарность. И отдельная благодарность тем, кто откликнулся на призыв о сборе средств. Мы собрали чуть больше 10 тысяч. Эти деньги у нас пойдут на печать информационной листовки, которая облегчит задачу по сбору вторсырья. Часть средств хотят направить на покупку небольших контейнеров, которые можно установить, например, в помещениях аптек. С недавнего времени в перечень принимаемого вторсырья добавились блистеры упаковки от таблеток. Установка мини-контейнеров в помещениях аптеки будет правильным, очень удобным для населения решением, считает Анастасия. Пришел купить таблетки, освободившуюся упаковку сдал на переработку. В сентябре перечень фракций для приема снова расширится. Уже можно готовить к сдаче вспененной подложки от суши, мяса или овощей, а также видео и аудиокассеты. Фактически год назад мы поддержали проект по раздельному сбору мусора в городе Кировске. Этот проект получил широкий общественный резонанс. Он пользуется большим успехом, популярностью у наших горожан. Не скрою, тоже являюсь активным пользователем этого проекта. Когда Анастасия обратилась с просьбой поддержать проекты в дальнейшем, то после переговоров с руководством Каев Апатит было принято решение еще как минимум на год его поддержать. А это значит, что на сегодняшний день основная проблема эко-волонтеров оплата аренды места, где можно собирать и содержать вторсырье, решена. Как минимум до сентября 2022 года. О том, где взять средства на аренду помещения, можно не беспокоиться. Но есть у Анастасии Калашниковой еще одна мечта – приобретение пресса. С каждым разом участников акций становится все больше, а склад не резиновый. Пресс поможет существенно упростить задачу – собирать больше на меньшей площади. В нашей стране система сбора вторсырья еще слабо развита. Такие эко-активисты, как в Кировске и в Апатитах, помогают подготовить почву для внедрения этого направления на государственном уровне. Город живет и развивается вместе с вами благодаря вам. Это была Мария Савохина. До встречи!